Здравствуйте! На телеканале ИТВ наши новости. О самом главном расскажут мои коллеги-журналисты и я, Мэри Бадунс. Несчастный случай в пригороде Симферополя. По предварительным данным, один человек погиб, двое травмированы. Здесь, на первом этаже, в пятиэтажке, поздней ночью, примерно в половине второго, прозвучал оглушительный взрыв. Остаться без паспорта и прописки в одночасье. Можно ли доказать, что вы являетесь гражданином Российской Федерации? Была мечта вернуться в Россию. И я был счастлив, когда я получил этот паспорт. Трагедия в Симферопольском районе унесла жизнь человека. В аграрном уже поздно ночью в квартире пятиэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого скончался владелец жилья. На место происшествия выехали медики, сотрудники Следственного комитета, а также Министерство чрезвычайных ситуаций и полиция. Случайные потерпевшие, которые в момент взрыва проходили мимо злочастной квартиры, получили тяжелые ранения, к счастью, совместимые с жизнью. По словам очевидцев, люди были госпитализированы. Это дом на улице Научной, в поселке Аграрная, под Симферополем, по словам его жильцов. Здесь, на первом этаже пятиэтажки, поздней ночью, примерно в половине второго, прозвучал оглушительный взрыв, в результате которого обладатели квартир на верхних этажах на время оказались в огненной ловушке. Из-за ужасной трагедии один из людей, в тот момент находившихся в квартире, погиб сразу. Вот то, что осталось от 21-й квартиры на первом этаже одного из подъездов пятиэтажки по адресу Научная, 8 в Аграрном. Взрыв колоссальной силы вмиг превратил жилище в руины. Табличка, закрепленная у входа в третий подъезд, указывает на то, что квартира принадлежит крымчанке по фамилии Школьная с инициалами ОИ. Но в то время, по свидетельству соседей, там находился, вероятнее всего, сын хозяйки, который и лишился жизни. Здесь же, в синем пальто и платке, помогает собирать остатки вещей и обломков мебели мать погибшего. Ее жильцы просят не тревожить вопросами. Говорят, женщину ночью еле откачали при помощи успокоительных. Сами жители подъезда тоже идут на контакт неохотно, ссылаясь на шок. Где-то без 10-15 уже начались все эти манипуляции имеются в виду. Вы начали подъезжать. А вы услышали, как взрыв был? Или что, примерно, вы спали? Все мужики смотрели футбол, шахтер. Будем так говорить, он до часа был. Потому и слышали, что вот это все произошло. Получить комментарии Следственного комитета или полиции не удалось. Расследующие дела пока не могут дать точный ответ, что же вызвало такой страшный взрыв. Сейчас газовщики работают на месте трагедии, ведь все 60 квартир многоэтажки остались без газа. Однако очевидцы признаются, слышали, что голубое топливо – лишь косвенная причина произошедшего. В таком случае в воздух мог взлететь весь подъезд, а то и дом. Газовщики первые приехали и сказали, что газ, все нормально. То есть это не проблема газа. Поэтому приехали криминалисты. А что? Полвторого, полвторого ночи. Ровно полвторого. Оперативно, единственное, пожарные долго ехали, поэтому пламя разгорелось, ведь аж до третьего этажа. Людей оповещали, люди выбегали. Кто с детьми, кто без документов. В общем, все вот так. Оповестили все. Но единственное, такое было пламя без этих пожарных, никто не мог войти туда. Понимаете, ситуация какая была. А когда уже пожарные залили, тогда уже люди все успели выбежать. А вот Светлана Синковец, живущая по соседству, в 10-м доме убеждена, рано или поздно такая трагедия должна была произойти. Ведь в 21-й квартире, по словам женщины, жил человек, не гнушавшийся заглядывать в бутылку. Именно вследствие очередной попойки он расстался с жизнью, а также отправил на больничную койку случайных прохожих. У нас неблагоприятная обстановка в городке, потому что это случилось, потому что здесь как бы собирались люди, которые любят выпить. И вот это послужило такой аварией, таким вот случаем. Но у нас такие есть, как бы притоны в городке очень много. И нас это очень волнует. И почему? У нас уже нет несколько лет или сколько лет, не знаю, нет участкового милиционера. У нас около 4 тысяч проживает жителей, плюс где-то полторы-две тысячи студентов. Раньше у нас был участковый, у нас были казаки дежурили. Можно было организовать дружину. Сейчас у нас мы как бы как беспризорные. Вопрос, что именно послужило причиной несчастного случая, пока открыт. Хотя тут же у подъезда прозвучало немало версий. Например, бытовой конфликт, в результате которого товарищ погибшего, уходя, оставил открытым газ. Однако все это лишь предварительные варианты. Точно ясно то, что по крайней мере один случайный прохожий был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами. Взрыв коснулся и квартир двух верхних этажей. Прямо сверху серьезно обгорел балкон. В этом жилище находились маленькие дети. Сейчас крымские спасатели эвакуировали часть жильцов восьмого дома на научной. Тарас Бресицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район. 17 марта более 10 часов Верховный суд Крыма рассматривал иск главного прокурора Натальи Поклонской о признании крымско-татарского межлиса организации экстремистского характера. Суд постановил привлечь к делу Госкомитет по делам межнациональных отношений правительства республики. Вести фото и видеосъемку в ходе процесса было запрещено. Следующее заседание назначено на 7 апреля. Лицо без гражданства. Два года назад жители полуострова стали полноправными гражданами Российской Федерации. Сменили паспорта почти 2 миллиона крымчан. Однако празднуют историческое событие сегодня не все. Герой следующего сюжета почти два года имел на руках российский паспорт. Но на днях документ аннулировали в паспортном столе Киевского района. В чем причина и кто виноват, смотрите в сюжете. Владимира Софина, активного участника Крымской весны, по его словам, лишили главного документа – паспорта. Как оказалось, во время референдума мужчина был выписан без его ведома из квартиры бывшей жены. И теперь, спустя два года, паспортный стол Киевского района аннулировал документ, подтверждающий личность. Объясняя это действие тем, что мужчина не имеет крымской прописки. Ко всему прочему, Владимир Софин – пенсионер и инвалид второй группы. И бороться с ФМС просто не в силах. Рассказывает, во время референдума был активным участником. Возил в пункт голосования бюллетени. Попасть в Российскую Федерацию для мужчины было мечтой. И когда получил заветный документ, не сдержал слез. Это была мечта моей 23 года, в которой мы жили под Украиной. Это была мечта всех русских, в том числе и меня, как исконно русского крымчанина. Была мечта вернуться в Россию. И я был счастлив, когда я получил этот паспорт. И получил я его на законных основаниях. И на законных основаниях, я считаю, я участник референдума, член комиссии в 21-й школе. То, что он может лишиться паспорта, Владимир даже не подозревал. Теперь ему придется собирать целую кипу документов. И доказывать в судебном порядке, что он жил в Симферополе. Имеет полное право быть гражданином Российской Федерации. У меня такой сейчас образ жизни, эти 7 лет. Понимаете, я стараюсь вести трезвый образ жизни. И работаю, и пенсию получаю. И, понимаете, ну не получается мне жить так, как хочет, допустим, Украина. Она мне по сей день, получая, отомстит. За что? За то, что Кучма отменил прописку, которая роли не должна никакой играть в гражданском чувстве человека. Мужчины непонятно, как теперь восстановить паспорт и остальные документы, которые тоже считаются недействительными. Получить официальный комментарий сотрудников УФМЭС нам не удалось. Сложившиеся ситуации специалисты пострадавшему посоветовали досконально изучить законы и собрать новый пакет документов для установления личности. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем. Далее не пропустите. Главный прокурор Крыма Наталья Поклонская свой выходной день пообщала с журналистами. С 18 марта 2014 года начался новый этап празднования, день рождения моего. Родилась первая в российском Крыму. Свои два года отмечает уже известная крымчанка Виолетта Кананчук. Все, что у нее должно быть в жизни, должно быть все хорошо, как и в нашей Российской Федерации. Представительно официальных делегаций законодательного собрания Краснодарского края, парламента Чеченской Республики и Крымского парламента посетили в поселке Мирное Симферопольского района мемориальный комплекс с жертвами фашистской оккупации Крыма «Концлагерь Красный». В память о тысячах жизней без вина погибших от рук нацистов гости республики возложили цветы к вечному огню. Затем гости посетили музей мемориала, где ознакомились с экспозицией и посмотрели документальный фильм, посвященный трагическим событиям времен Великой Отечественной войны. Как отметил глава законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, события, которые произошли на месте бывшего совхоза «Красный», это действительно трагедия. Но ныне живущим необходимо это знать, чтобы никогда подобное не повторилось. И поблагодарил власти полуострова за то, что смогли два года назад сохранить мир в республике. Крымчане сделали очень правильный поступок, когда референдумом, мирным путем, политическими возможностями защитили свою территорию. Я думаю, что им в этом, в решении этого вопроса помогло в том числе и этот мемориал. Руководители парламентов выразили признательность Владимиру Константинову и всем, кто принимал активное участие в создании мемориального комплекса за такое важное и нужное дело, как восстановление исторической памяти. Юлия Козырь, Служба новостей и ТВ. Двойной праздник отмечает прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. Судьи рождения и начала новой жизни полуострова. Но в отличие от большинства крымчан, сегодня у нее не выходной. Вместо привычной торжественной суеты она решила пообщаться с крымскими и московскими журналистами. Какие вопросы обсуждали на встрече, знает Юлия Козырь. Сегодня на ней не строгий мундир, а элегантное платье. Прокуроры Республики Крым празднуют свой день рождения. Будьте здоровы и счастливы. И удачи вам в работе на благо Крыма и России. Спасибо большое. Для Натальи Поклонской в этот день двойной праздник. Вместе с ней свой день рождения празднуют и два новых субъекта Российской Федерации. С 18 марта 2014 года начался новый этап празднования день рождения моего. С этого периода времени, конечно же, 18 марта, день рождения, насыщен совершенно новыми эмоциями, совершенно новыми чувствами, чувствами гордости, счастья. Но, несмотря на праздничный день, прокурор решила все же говорить о работе и самых резонансных делах. Пожалуй, самая обсуждаемая тема – конфликт с Олегом Зубковым. По стечению обстоятельств, именно сегодня в одном из московских судов рассматривается иск владельца зоопарков Натальи Поклонской, в котором он требует возмещения морального ущерба. Его он оценил в один миллион рублей. В свою очередь прокурор настаивает, что никаких личных оскорблений не наносила ему, а просто выполняла свои должностные обязанности, реагировала на обращения граждан. Поверьте, прокуратуре Республики Крым есть чем заняться. Вот на что направлены наши действия, действия прокуратуры Республики. Чтобы он, директор этих зоопарков, привел все в соответствии с требованиями федерального законодательства. Чтобы детки, которые посещают зоопарк «Сказка», парк «Тайган», где находятся дикие животные, тигры, львы, чтобы они были в безопасных условиях. Еще один судебный процесс, который находится под личным контролем Натальи Поклонской – дело о запрете Меджилиса. Как уверяет прокурор, эта организация, кроме разжигания межнациональной вражды и преследования собственных популистских целей, ничем не занималась, но главное – не помогала собственному народу. По результатам выездов и общения с людьми, это бабушка 41-го года рождения, которая справку о реабилитации не может два года получить. Дедушки, тоже самое, 38-го года рождения, которые живут на протяжении свыше 20 лет без электричества, без воды, без канализации. И никто из представителей Меджилиса к ним никогда не приезжал. Пообещала Наталья Поклонская довести до конца процесс возмещения ущерба от энергоблокады Крыма и Слямовым, Чубаровым и Джимилевым. Сейчас рассматриваются все механизмы взыскания почти 2 миллиардов рублей. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Еще одна именинница в семье Кананчук. Два года назад в республике и в стране произошло важное и ожидаемое событие. В тот момент, когда Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма с Россией, на свет в семье Кананчук появилась дочь Виолетта. Сегодня первая россиянка в Крыму получает подарки и поздравления. Гости к имениннице заглянула и наша съемочная группа. Виолетта появилась на свет 18 марта в 14.30. В это время в стране и в республике произошло не менее важное историческое событие. Крым присоединился к России. Мама именинницы боялась, что не попадет на референдум, не сможет отдать свой голос. Девочку ожидали раньше. Врачи поставили срок 16 марта. Но по воле судьбы Виолетта суждено появиться на свет уже в российском Крыму. То есть мы, в принципе, мы раньше планировали срокождения на 16 число. То есть думали, ух ты, прям на референдум. А я еще беспокоилась, а успею я проголосовать, а не успею я проголосовать этот момент. Уже там задумалась в роддоме, что же по идее есть урны. То есть если я уже буду в роддоме, я же смогу там это проголосовать. Но чувствовала я себя хорошо. Мы спокойненько с моей мамой сходили на участок, проголосовали. А уже после на свет появилась Виолетта. Новость о том, что Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма с Россией, мама узнала в роддоме. Хорошую весточку сообщила прабабушка. Я присутствовала при родах этого ребенка. Когда мы родились, просто наша прабабушка пришла и сказала, что вы родились в тот момент, когда Владимир Владимирович объявил Крым Российской Федерации. Мы очень обрадовались. И я счастлива, горда, что внучка моя родилась первая в Крыму. И я думаю, что она будет счастливой девочкой. И все, что у нее должно быть в жизни, должно быть все хорошо, как и в нашей Российской Федерации. Виолетта стала звездой уже на второй день своего рождения. Родители уверены, внимание, которое приковано со стороны прессы, принесет дочурке только счастье. У нас первоочередной праздник все-таки это детский праздник. Это ее праздник, ее рождение. И несмотря на то, что это исторический момент, присоединение Крыма к России, но на сегодняшний день, на 18 марта, он у нас пока второстепенный. Завтра мы, конечно, вспомним о нем в большой силе. И, допустим, еще раз вспомни и отметим. Но сегодня у нас первоочередной праздник – это детский. Это ее рождение. Девочка стала уже совсем большой. Любит рисовать, петь и танцевать. Иногда проявляет характер. Крымская весна в семье Конончук продолжается. Сегодня в адрес Виолеты звучат теплые слова и поздравления. А родители поднимают бокалы за два дня рождения. Образование двух субъектов Российской Федерации – Крыма и Севастополя – из-за долгожданное счастье, которое появилось в их семье два года назад. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ. Далее эфир продолжит Тарас Брезинский с новостями спорта. А я с вами прощаюсь. Хороших праздничных выходных! Спортивные танцы, бег и тяжелоатлетические упражнения прямо под открытым небом в честь Крымской весны. Около тысячи симферопольцев и гостей столицы республики поучаствовали в фестивале здорового образа жизни. Любой желающий мог приобщиться к действу, придя на площадь Ленина. Первыми на импровизированную арену вышли спортсмены из Симферополя в образе спецназовцев. Все они – представители школы рукопашного боя, которое готовит бойцов в городе-герои. Я бы хотела служить в спецназе. Мне очень нравится спецназ, потому что я смотрел очень много фильмов, и мне он очень понравился. Подбрасывать тяжелые гири в воздух, перехватывать их на лету, а также жонглировать с такой легкостью, будто это подушки, набитые перьями – все это не проблема для крымских силачей. Спортсмены посчитали, что для настоящего шоу, чтобы завладеть вниманием зрителей, недостаточно классических упражнений, толкания, а также рывка снарядов. Впрочем, гиревики могут делать со своим подручным тренажером многое, а сейчас в Симферополе таким способом они готовились к официальным соревнованиям. У меня 15 медалей, 14 первых мест, одно второе. Мы сейчас готовимся к всем крымским соревнованиям 26 марта в Ялте. И будем там выступать 16 килограмм, 24 – все это наше. Но самой эстетичной частью программы стало, без сомнения, выступление танцевальной группы. Ее участницам не привыкать к соревнованиям, хотя они и не спортсменки. Тем не менее, физподготовка в танцах также должна быть на самом высоком уровне. Не признаются поклонницы ЗОЖ. Только тогда можно рассчитывать на успех в разных конкурсах, а их за год в танцевальной группе набирается немало. Мы как бы не считаем себя спортсменами, но образ жизни у нас похож на спортивный, потому что, во-первых, ежедневные тренировки, по много часов, плюс мы следим за питанием, плюс, конечно же, важна физическая подготовка, то есть мы занимаемся дополнительно какими-то упражнениями, чтобы укрепить собственное тело, конечно. Поэтому, да, можно сказать, что в какой-то мере это похоже на спорт. Кульминацией спортивного шоу стал массовый легкоатлетический забег прямо по центральным улицам Симферополя. В нем также мог попробовать свои силы любой желающий, хотя участники фестиваля, которые не захотели бежать, в это время удивляли прохожих танцевальным флешмобом. Всех крымских модников в эти дни в Ялте на выставке «Красная нить» ждут ее организаторы – компания «Экспо Крым». В показе участвуют более сотни компаний, не только местных, крымских и российских, но также представители Беларуси и Украины. Ассортимент самый широкий – одежда, ткани, аксессуары и многое другое. В существующих условиях и санкции против полуострова, и достаточной нашей оторванности, незнакомство, скажем так, с российским производителем, для нас это является важным, потому что местный рынок, местная торговля получает себе дополнительные контакты, плюс здесь есть производитель оборудования, в котором мы тоже заинтересованы. Трикотажная фабрика «Амадеус» представляет «Орел». В родном регионе это уже давно зарекомендовавшая себя с лучшей стороны компания. Над производством трудится более 350 сотрудников вот уже три десятка лет. Руководители фабрики представили свою продукцию на суд зрителей для того, чтобы найти своего клиента и в Крыму. В нашем ассортименте вы можете увидеть, как тоненькие джемперочки, так и самые, скажем так, плотные, теплые пальто, в котором может быть уютно как и осенью, так и весной, когда, соответственно, наступает холода. Презентовал свою продукцию на выставке «Яршанский льнокомбинат». Это один из крупнейших производителей ткани не только в стране, но и во всей Европе. Белорусская компания базируется в России и порядка 70% продукции реализует на экспорт. Мы уже участвуем второй раз в выставке. Значит, мы участвовали осенью 2015 года. Значит, как бы результат вроде получился позитивный, поэтому в этом году решили принять вновь участие. Мы выпускаем готовые изделия, яны и также большой ассортимент различных тканей. Внимание у крымских модниц! Выставочная локация компании «Вита». Эта фирма ориентируется на ценителей элегантных сумочек. Всего в ассортименте «Вита» порядка полутора сотен различных моделей. Используется более 40 видов фурнитуры в наших сумках. Собственно, за качество отвечаем. Рады всех видеть. Широко представлена на выставке и продукция крымских производителей. Например, Симферопольской швейной фабрики «Арден». Основные направления ее работы – мужские костюмы, детская одежда, а теперь еще и школьная форма. Отделение «Арден» есть не только в столице республики, но также в Евпатории и Джанкое. Мы учитываем все особенности физиологические и анатомические мужчин. Лекала у нас доработаны. Используются только самые лучшие материалы. Это сертифицированные ткани российских поставщиков, фурнитура российских поставщиков. И в итоге у нас получается достаточно интересная и конкурентная коллекция, и мужская, и детская. Организаторы выставки и компания «Экспо Крым» уверяют своих почитателей – год только начинается, и планов на воплощение идей в республике масса. Уже расписан точный календарь на 2016-й. У нас запланировано 12 мероприятий на 2016-й год, порядка трех еще в разработке. Так что год будет насыщенный, планируем расширяться. Тематика очень различная. Это и мебельная выставка, это и строительная безопасность, и здравоохранение, и легкая промышленность, и продовольственные форумы, и импортозамещение, проект «Росэкспо Крым», импортозамещение, которое состоится в июне месяце. Выставка будет представлена в Ялте в отеле «Интурист» на протяжении трех дней. В субботу для всех желающих посмотреть продукцию двери будут открыты с 10 до 18 часов, а днем позже – в воскресенье с 10 до 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok